60-й детский сад. Брат-близнец других городских дошкольных учреждений. Ровно так было до 23 февраля. В этот день для ребят свои двери открыла комната безопасности. Название «Говорящее». Внутри все необходимое. Номера экстренных служб, макет пожарной части, наглядные примеры правильного поведения в быту и действий при возникновении ЧП. Есть в комнате и безопасный бутик. В пожарной машине форма одежды сотрудников МЧС. Китеря, береты, штаны и даже каска. Коллекция пошита специально для самых маленьких. Все размеры детские. Конечно, у детишек самая любимая форма проведения уроков – игровая. Сегодня рядом с ними родители. Взрослые наравне с малышами отвечают на вопросы. Не зря говорят «повторение мать учения». Необходимо просто, чтобы дети больше об этом узнавали. И не только от родителей. И в садике тоже. Тоже на себя не только мультики смотрят. А вживую, когда послушаешь, даже сам запоминаешь, что ты повторяешь. Подобных комнат на весь Бобруйск пять. Специалисты уверены, приучать основам безопасности необходимо с малых лет. Одинаково важны и теория, и практика. Будут знать, как вызывать, действовать в каких-то конкретных ситуациях, которые могут в жизни случиться с нами, со всеми. Вот. И если они уже сегодня будут знать, то в последующем они этим смогут пользоваться. Обустройством комнаты занимались не только педагоги и сотрудники различных служб, но и родители. В частности, здесь ребят учат не только правилам пожарной, но и дорожной безопасности. Что касаемо последней, то есть макет жилой зоны и перекресток. Наглядно всегда проще запоминать ПДД. Сегодня проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Оставляя место ДТП, совершаешь преступление». Цель данного мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий, участники которых покидают место происшествия, тем самым ставя жизнь и здоровье под грозу граждан. Либо те, которые портят транспортные средства свои и окружающих. Здесь подготовлено все для того, чтобы проводить занятия любой сложности. Любые задачи, которые мы можем поставить здесь, подготовлены и игры, и пособия, и конспекты занятий. Приходи, работа. Для воспитателей подспорье – это просто великолепно. Урок завершен. Пора подводить итоги. По ответам мальчиков и девочек сразу становится понятно. Из комнаты все, без исключения, выходят с безопасными знаниями. Как тебе урок? Нравился безопасность? Да. А что ты сегодня запомнил? Я запомнил, что надо звонить при пожарной службе. А какой номер у пожарной службы? 101. 101. Ты запомнил, почему зимой лед опасен? Да. Чем? Ну, что идет скользкий. Можно провалиться, да? Да. Условия созданы. Теперь остается только учиться, учиться и еще раз учиться. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.